во имя отца и сына и святого духа евангелие от мотфея 24 глава 6 по 14 стихи также услышите о войнах и военных слухах смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец ибо восстанет народ на народ и царство на царство будут глады море и землетрясения по местам все же это начало болезней тогда будут предавать вас на мучение убивать вас и вы будете ненавидимы всеми народами за имя моё и тогда заблазняться соблазняться многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга и многие уже пророки восстанут и привести от ноги и по причине вношение беззакония во многих охладеет любовь претерпевший же до конца спасет спасется и проповедана будете евангелие царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец и так когда вы видите мерзость запустения реченную через пророка даниила стоящую на святом месте читающий да разумеет тогда находящиеся и в иудеи добегут в горы большой материал очень важный я по частям его объясняю для этого мор разбирали сегодня о войнах поговорим что такое война война это кого-то надо убрать а самому господствовать первая война произошла возле варайских ворот есть такая загадка был горе человека даже такой что четвертую часть населения земного шара один победил и убил ну как только адам и ева каин и авель он одного убил это четвертая часть просто понятно когда смотришь почему он его убил у меня тут все спрашивает везде рисовать на картинах от гестава даре то приносит жертвы ягненка авель и дым идет вверх а этот приз с поля там что-то я не знаю арбузы дыни еще там нашел пшеница и дым идет по земле ну так ли это не будем на этом долго стоять а просто подумаем вот если бы в то время он знал чем это кончится а у него понятия то смерти не было то первая смерть первая мать плакала над убитым сыном за этим пойдут миллионы только в эту войну чем это объяснить завистью дьявола смерть вошла в мир вот так мы считаем святой библии завистью дьявола а какая зависть евангелие от яна 844 считаем когда люди набожные были со христом рядом своей нации все одинаково понимают друг друга и вдруг он говорит люди которые ходили в храм которые ни слова не говорили против закона моисеева ибо закон гласил если при двух свидетелях скажи да мало ли что моисей написал бумага все терпит повинен смерти без милосердия он когда я сказал не подумал должен умереть тогда думать будешь на том уже свете где-то и вот когда это знаешь теперь мы то это уже знаем мы начинаем смотреть а как надо богу да было угодить почему зависть вошла и написано так ваш отец дьявол вы хотите исполнять похоти отца вашего ибо он был был человек убийца от начала и не устоял в истине ибо он лжец и отец лжи всякая ложь даже немного где-то ну нечаянно сказал это другое дело но когда обдуман начала говорить явно дело что-то не от бога всякая неправда есть грех написано и а самая а самый большой грех здесь и вот смотришь я просто хокостив с историей россия пала у нее такое развитие было в тринадцатом четырнадцатом годах все подсчитывать что если бы войны не было перемены в тридцатые годы россия занимала бы главенствующие недосягаемой ни до какого государства место царь любил войну и говорил ядом горловой доски воин его убеждали умоляли его и и ее брат жена его брат там он был канцелем германии и он говорил не делай общего это призыва то но из-за чего-то там кто-то выстрел уби какой тебе дело до этого нет и кончилось тем этот потерял царство и этот потерял три монарха кончили и чем а если бы не пошел до восемьдесят с лишним процентов было сельского населения кто вы винтовки в руке не брал а теперь так при себе призвали крестьян они еще не знают об это время агитации идут большевики и царь и пошел на голгоф и всю страну потянули туда значит если и от лжи ложь война всякая война это есть ложь вот у нас есть такая книга к истина православия и там написано заголовок такой кажется 222 страница а я говорю вам любите врагов ваших во многом месте написано любите но как любить войну как его любить он подпер под самую москву и любить его надо везде нарисовано как штуков пронзает главного их героя и прочее и вот мы видим что последнее время если говорится об этом это сейчас то это будет войны оказывается когда смотришь данные оон то ни одного года после войны не было что где-то не была война ни одного года до молодого и три войны еще то этот один год если были в чечне это война убивая друг друга летят самолеты и прочее и вот если мы знаем что война там началась я долго думал искал не нашел стал тогда некоторые места библии совмещать и вижу из зависти если завистью дьявола смерть вошла в мир он позавидовал ему а как теперь выйти зато бог любовь видимо это понятно было как человек устроен все это славно дивно он тоже понимал вкусовые присоски мы определяем по запаху где-то что-то и он думает так бог любовь ему кого-то надо любить если его убью больше некого любит у меня будет любить и в семье это очень понятно я на этом остановился если зависти вошла а убил он по зависти по завистью били христа когда спрашиваю иудеев или это встречаюсь как убили христа он вот такой такой был а причина какая но взял на себя такую миссию что он будто бы бог нарушал субботу закон они тоже по книгам знает а почему вы не говорите что зависть какая зависть кому этому из назовета плотнику пилат знал игры предали его из зависти пилат знал они не знали кого-то совсем иностранец был как он знал что христа предал и зависть это нам говорит евангелие так это не все когда побивает стефана и он теперь говорит что по зависти братьев прем продали иосифа а как зависит он меньше сын ничего у него нету мать из то ли то что он последний больше любил от любимой жены он был и завистью вошла смерть значит мы должны отсюда сделать вывод что и сегодня дьявол обязательно на это подходит когда на меня где-то нападать а просто биографию свою знаю то люди знающие это говорит на вас нападает папы по зависти у них этого нету они еще не могут показать как сейчас какого-то арестовали вы знаете о ком санкт-петербурга его схем романах там сиумен серия на самом деле его помилия романов николай его посадили и сейчас буквально пляска идет вот посадили его патриаршие где-то я выступил уже по интернету и сказал это не годится я не согласен с ним что он делал в немерным путем шоу можно было все примирить и с патриархом и я проселся туда но не приняли и когда он в тюрьме сидел я делал все и прокуратуру везде обращался чтобы меня арестовали посадили рядом а потом бы я с ним делал работу я просто рассказываю этого бы не было которых выбросили они продавали дома приходили которые жить там монахини то пришлось потерять все и теперь он нам не подсудим он уже осужден а два суда дважды за одно дело не судят если осудили вместе сложили какие-то дела но второй раз вернулся его снова арестовать за это не делается так и здесь я просто делюсь опытом если он вузах руки прочь не трогайте его иначе это обернется на вас о чем соломон говорит ты скажешь не знал а бог не знает человек верующий сколько он до которые нападают у них ничего нету поскакие храмы построил сколько людей освобождившийся он давал покров и у него большие были меценаты сколько ему помогали отовсюду ехали люди я попутно это говорю воевать не надо он уже сраженный теперь одно что только не отступил вот для бородоской такой был он я начале детского лагеря он тоже начальник и что там у него было где-то в греции там на острове и что-то такое ну и вроде бы что-то было с кем-то он еще не мог доказать бежал в израиль дедушка у меня еврей стяну лакова и привезли сюда 14 лет ничего не доказано я ничем не могу помочь но сам не сняли с него не доказано таким нехорошим словом там говорят ему будет очень трудно с такими людьми над ними издеваются как они издевались над малолетками где-то но у него не доказано и мы его включили в молитву и каждый день мы за него молимся не погуби его господи понимать я рассказываю вам для чего чтобы мы поняли мы тоже не зарекайся от тюрьмы до суммы ты даже не знаешь не знаешь я подскажу сейчас по слову божьему увидим как возникает эта война и как ее погасить и при том оказывается мы все воины вы даже не знаете думать и такая я же не в израиле там девушки достигшие 18 лет призываются в армию они служат как солдаты ну на каких-то других работах с автоматами все это у них народу то мало вы тоже воин и оружие она у вас и я не видел дома мы сейчас прочитаем несколько мест писания лука 14 31 это не просто проповедь я хочу чтобы мы вошли сюда и прошли вместе с тем же когда господь говорил как они это все приняли вас будут убивать гнать и за кем идти-то когда заранее мы уже убиты будем сколько людей отступило быть может от этого он не обещает у тебя не верующий был у меня все нормально было жена и дети как уверовал скажи ты жена ушла и дети не слушаются как так несколько раз говорили он может что-то упускать в это да домашние враги ваши будут вы были единодушные а теперь вы совсем один идет небо другой на земле объяснение дается итак лука 14 31 или какой царь идя на войну против другого царя не сядет и не посоветуется прежде силен ли он с десятью тысячами противостоять идущему на него с двадцатью тысячами я прошу вас будьте мирными вот на меня нападают в интернете ни один ни два а сегодняшний день уже посчитал 18 тысяч которые мне враждебны это больше чем дивизия военное время точно 12 14 тысяч дивизии а это 18 которых я занял черный список в я вам не советую которые в интернете где-то бываете промолчи пожалеешь один раз а скажешь сто раз пожалеешь потом если которые вот так вот были там как назад черный список тем более верующие разблокируете и у меня сегодня утром буквально чудо было человек который мы переписывались он азербайджанец он мусульманская среда вся он принял крещение но до того немирный характер а даже высказать нельзя вот что по нему было заведующая что-то сказала там не так он так так хотел в морге дать и она не значит я мужчина она женщина и и еще нельзя сделать где бы он не был работал за границей возвращается наверное надо идти мне служить в армии пошел и там видимо начал его в лужу свалил там который табуретка бил его его самое лучшее место для тебя было где ты был его везде там блокируют а я не не трогаю его и вдруг он видит фильм про нас и сегодня заходит я со слезами прошу примите от меня 2000 прислал 2000 рублей чтоб помолились да я не за деньги же молюсь да я знаю и прочее я попрошу включить его к тебя рустик там он другое имя было у него тут он крещен рустик от святой по календарю рустик здоровый крепкий мужик 100 килограмм с лишним весом и высшее образование врач рентгенолог там и другое он знает где-то но тут он нигде не может помириться и так войны с ним не было я ему строгие слова говорил и вот трогал бросал меня там черный список наносил потом приходил и сегодня вот так раскрылся со слезами просит принять для меня даже я уж сколько привык к этому и то настолько это неожиданно было никакой надежды на него совсем казалось не было и которых наши запечатывали глава который это атаман наш семенов и он никто не ожидал так что для меня сегодня ну день как бы подслащенный и мы сейчас послушаем дальше вторая пароль поминут 12 глава с 1 по 12 стих когда царство равама утвердилась и он сделался силен тогда он оставил закон господин и весь израиль с ним на мет на пятом году царствования равама сосаким царь египетский пошел на иерусалим потому что они отступили от господа с тысячу и двумя стами колесниц и шестидесятью тысячами садников и не было числа народу который пришел с ним из египта ливианом сухи сухи там и эхиплянам и взял укрепленные города в идее пришел к иерусалиму тогда сами пророк пришел к раваму к низьям и идеи которые собрались в иерусалим спасаясь от сусакима и сказал им так говорит господь вы оставили меня зато и я оставлю вас в руки сусакиму хорошо понятно надеялся на бога не целиком и вот здесь у тебя тысяч воинов а там 20 мы не забывайте господь ему 12 регионов а ли он это не 10 тысяч это 10000 это регион такая ну по римским единицам там может бы было две тысячи а я говорю что он означает на письме когда тут разные единицы как вот талант золото а сколько он бывает 14 и антической меры и 44 какой взять тоже не знаю как у нас сейчас говорят вот хлеб стоит столько-то рублей каких рублей которые тогда были сегодня разница то громадная и поэтому ну нельзя как сказать действительно не проиграли равам это сын уже пришел от соломона и не слушался и все это воевали и дальше говорится сколько потерь было и все зря и все сгнило и костей никаких нету я сегодня прочитал только в архивах ищут была одна дивизия которая на скандинавском где-то там за выборгом стояла в запасной немцы даже не дошли дивизии и ни в одном месте нигде ну вооруженных силах там же огромные архивы нигде это нету такого говорить не бывало один человек потеряется и то дивизия 14 тысяч слишком исчезли и нигде никакого следа от них нету это единственный случай такой не давали смотреть на это сегодня начинают раскапывать и узнают я до конца дослушал ну показывает документы все это невероятно май месяц высшее начальство дает перейти на летнюю форму это объяснимо летняя форма переодели но метеосводка показала погода изменится солдаты идут сказали дали команду переходить сюда ближе к ленинграду защите надо и в это время туман снег дождем и мороз они группами 10 20 30 400 700 4 тысячи замерзают кучами они они оружие с собой уже не было и одежда летняя одежда не полностью льдом покрывались на охлаждение а ведь это мог быть я я их не знаю ни одного человека и думаю господи сколько людей которые нуждаются чтобы их помнили и молились во время войны она говорит мама моя была верующая она говорила отец наш там воюют через реку переходят мокрое холодно ты на печке лежишь власть оттуда помолимся вы своим детям где можете говорите чтобы они сочувствовали тем которых не знаем наши близкие знакомые в интернете вчера как раз он загорелся то баню решил затоплять и горит он взял спирт и приснул она никак не зажглось он тогда берет большую бутыль со спиртом и когда приснул искра из то что струя шла это для как дорожка охватила его дернул покрылся сам огнем и все вокруг только успел закричать это человек хороший я знаю часто молитвы читает и и прочие показывает руки там все главное что здесь все это горело а борода ни одного ластинка не сгорела показывает борода целая это самое главное руки на сегодня тебе нужны или нет дома борода я просто говорю чтобы мы задумались не главную цель о бороде говорите вот как война с самим собою вчерашнего объяви войну сурово поговорили а я не могу поститься не можешь обиви войну кому плоти своей можешь и скажи скажи врешь обманщица можешь мало ящи мало пи и здраво будешь и не таблетки глотай а наоборот все раньше когда болели онкологические болезни и объявили голодовку сами себе и до 30 с лишним день были на занятия находила и она выздоровела ничего не принимая война здесь дальше прочитаем откровение 12 7 очень страшные стихи мы прочитаем сейчас против каждого из нас 12 7 и произошла на небе война михаил и ангел его воевали против дракона и дракон и ангел его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них место на небе и низвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом сатаною обольщающую всю вселенную низвержена землю и ангелы его низвержены с ним вот об этом говорится у пророка исаи 14 глава в языке или 28 глава как он был я сяду то странный бог он человеку говорил будешь как бог то есть там у него не получилось но теперь пытается нам это показать мы немощные слабые достаточно какой-то маленький микроб и все у нас изменится внутри ты не знал как бороться и проще поэтому войны и военные слухи это не только которые там где-то воюет а мы услышали нас это не касается нет я маленький был но запомнил дед читал большая книга златоус называется и говорит китай пойдет на нас и битва закончится где бия и коту я не знаю что там бис стоит а вообще не знал ничего а сегодня об этом спрашивает и вплотную подходят важные люди говорят чтобы захватить это китая на неделе даже много будет напротив одной развернутой дивизии которые забайкальскому округу относятся у китая 120 дивизий еще спрашивать то а как молиться надо из-за китай у них никакой религии нет думаете куда нет вообще нет никакой религии они живут и умирают а можно ли молиться можно об целой нации я все годы молился о крушении сатанинского режима нашей стране и он рухнул я молился возвращение александра соженицына годы проходили делал печи по рублю раздавал бабушкам молитесь чтобы александр вернулся он не просто вернулся он вернулся потому что я молился чтобы он помог здесь правителям как о как обустроить это все так тринадцатая глава 7 стих откровение и дано было ему вести войну со святыми и победить их и дана была ему власть над всяким коленом и народом языком и племенем и поклоняться ему все живущие на земле которых имена не написаны в книге жизни у агнца заклона от созна от создания мира на земле нет ни одной религии которая говорила бы о своем полном поражении его войну со святыми и он победит вы слышите что написано и это написано духом святым это я вам сказал какой когда где мы скажем на нас нельзя не продать и купить эта война будет идти война за чрево но чтобы мне там было я тоже буду с ими соглашаться нет это же предпоследие шаги я сегодня слушал выступление патриарха кирилла на эту тему никогда не ожидал от он сидит такой печальный и дает интервью вот это что сейчас делается так он с лагерь конс лагерь все и полностью завладеть человеком чтобы полностью под контролем слова полностью под контролем это раз пять повторил наверное и знаете как почему как-то у нас написано в библии что нельзя не продать не купить и будет но сказал печать не печать и начертанием на щело или правую руку это патриарх говорит я их знаю почти всех но тоже не ожидал этого значит надо благодарить бога и за патриарха чтобы все-таки на другой высоте по-другому будет слышно что сегодня то что делает уже там не сядешь так вот сделай это насильно тянут к одному и тому же действие зачем кто агрессивный против кого каин каин он старается это место занять и вот я показываю где именно те которые спокойно ничего не делают против них война сейчас идет это не просто так я уже слышу там выступление в государственной думе знаете один вольфович его величать и он говорит те которые не подчиняются не делают это арестовать всех в лагерь это куда это мы куда пришли а что они идут ну понятно еще в чем угодно куда не съесть и там зеленые что-то надо сделать где-то тогда когда кто-то с тобой что-то делает а мы должны молиться из-за него умный человек он самый может умный из них но настолько же не воспитанный и не воспитана заключается в этом если ты пошел не по воду а сегодня нигде они не скрывают этого задача стоит такая-то и показывает кто везде мы должны быть спокойно написано ужасайтесь есть страшитесь я говорил о море здесь говорим о войне слухи будут рядом и какие войны будут если так буду делать то показывает как поджигают дома бензин потаскивает колесо и люди не успевают выскочить и где бабушь больших домах и наконец поймали двоих а кто заказчик пока не знают а зачем сгорел от я могу строиться теперь лес поджигают сразу 80 поджогов а теперь а теперь этот лес он копейки не стоит а он идет и идет туда миллиону кубометров идут китай целые там районы газа пустые уже и показывает одни столбы стоят это война идет война за воздух кислорода нету и проще вы увидите что мы находимся в каком-то эпицентре войны спрашивает а почему русских так везде не любят да не любят я знаю потому что со многими людьми обращаюсь как себя русские ведут если узнают куда на курорт ехать и там русские то билеты туда же не берут ни в таиланде куда а почему они объясняют почему все русские чтобы мы обязательно было три жены если она едет она обязательно что было четыре мужа и все понимают и наши гуляют пьют и ну то есть безобразнейших как нас любить то таких от нас многое зависит тоже помните об этом просто о русском народе господи вразумею что же делаем какой мы пример оставляем в первом евро войну касан женицын говорит среди пленных воровство русских было два процента все остальные там дальше ну друг у друга где-то воровали в эту войну было 98 процентов я примеру говорю то самое вороватая нация бога нет а раз бога нет твори выдумывай пробуй вот война против устоявшегося как нас считают мы даже хоть малой счастью показать русские не все такие русским тоже бог открывается и жизнь их меняется урожденных свыше 1 фессоникистон 5 3 ибо когда будут говорить мир и безопасность тогда внезапно постигнет их пагуба подобно как муха родами постиг муха родами постигает имеющую в очреве и не избегнут у как женщина она беременна и не думает бывает даже что-то играет разговариваешь это раз схватила же вот время вот это мировая история подошла к этому сравнение дается а почему сейчас уже не скрывают прямо говорят задача стоит такая денежная система уходит частной собственности не будет границы уходит одно государство я об этом все время говорила сегодня это открыто по всему интернету идет это не скрывают прям выходят которые правители кто назначен на это если рассуждать по тому что делается а по-другому никак нельзя мир и безопасность когда одно государство а если два есть уже мира никакого не будет то есть у нас это подверждается священным писанием и опять же я какое участие могу здесь принять молись чтобы самому от страха не убирать ничего не бойтесь радуйтесь и молитесь за начальствующих вот мы на молитве перечисляем каждые два часа у нас молитва идет хорошо знаете и мы перечисляем всех правителей все государства какие есть вот у меня спрашивают а что они должны делать вот меня бы советником нашего президента избрали чтобы вы сказали первую очередь я бы сказал у вас хорошие отношения с нашим соседом в белоруссии и он строго наказал что нигде никого не принуждали никакому делу кому надо те пусть делают я сказал бы сделайте так раз он вам друг и видно что хорошо у него идет ну возьмите это то есть надо по согласно слова божие делать не надо давить и проще можно заставить а то взяли жертва не а ты жертву принесешь но не разговаривает про руку протянула положили угли и маленько кусочек жертву он не дергает никуда а жертв никто там стоит и наконец прогорела и угли туда выпали это житие святых говорит но от него это не знаю это наше плотнее выдержало говорят на фронт надо идти защищать я несколько правил сейчас прочитаю а потом к этому вернусь вот об этом говорит василий великий вот мы читаем у него о том что если кто воюет то отлучаются на три года это правило его и никто не может его отменить так это прямо написано дальше мы считаем за 18 февраля папа лев тогда был всемирный завоеватель аттила нельзя никак было отбиться и он вышел за стены рима и он увидел стоят ангелы вокруг него и он сразу отступил то есть есть много способов избежать войны там тамарлан был это страшно было его железный храме звали он прихрамал где-то он разбил тут и ирак и турцию и идию все покорил и шел на москву написано летописцы пишут что храмы были открыты как на пасху россия свесила голову над пропастью защищать все это даже мысли таких не было но принесли около лица был и в это время привезли икону владимирской божьей матери я назову назвать так как там названо где-то и он в это время в шатре когда его там ханы какие снаружи стали слышал что-то ночью метался утром стал только и дал приказ собрать войска и быстро повернуть на юг оказывается ему явилась какая-то несравненная красоты женщина на облаках окруженная старцами какими-то сияющими и она сказала поверни назад иначе тебе сегодня умирать и он это понял и кинулся на кого на извечного врага россии астраханского хана разбил его и как песок ушел них как будто никогда не было надо довериться богу на что на нас напали я отвечаю на это кто напал вы знаете кто нападал войну если бы мы были верный бог он бы не родился его не было вы берете то что мы раскулачивали репрессии раз вот бог и показал вам теперь на вас узда пришла мы нашли должны мыслить категориями священного писания он бы не родился еще читаем такое было такое что троян когда царство 98 по 117 год в это время было обнаружено 11 тысяч христиан это первый второй век которые служили в армии язычески захватнические войны были везде воевали это как понимать тогда христиане в языческой армии еще только век первый второй только начался 11 тысяч которых обнаружили ну и конечно приказ какой казнили подряд всех никого не щадили но защититься нельзя было римское государство стоял на грани краха и она рассыпалась потому что христиане стали воевать и причина понятная какая еще прочитаю 7 ноября и ирон его нигде у нас нету почему все сегодня каких храмов нету а тогда дал императору касс молодежь все переписать они будут воевать и он не пошел на мне одежда христианская я должен быть христианином ночью кто-то явился светлый ему ангел видимо и сказал правильной дорогой идешь его казнили и ирон он канонизирован жития святых отоберу 19 февраля андрея стартераут воина отличная написано так и он видимо проповедовал говорил и обратилась 2593 ибо пришел указ казнить всех которые убирали и он с воинами своими пошел там узкое ущелье и видит они уже догоняют селег догоняет и они с воины оружие в руки не взяли склонили головы и как траву горит всех посекли 2593 человека были канонизированы потому что мы знаем что есть небо и битва а то выиграли они они когда был арестовали христианок и убивали они смело на это шли великое мужество екатерина варвара великому ученицу показали мы сейчас еще несколько мест прочитаем о войне как нам себя но другим подсказать даниила 536 показал нет там даниила 536 тогда принесли золотые сосуды которые взяты были и святилища дома божий в иерусалиме и пели из не царя вельмоза же его жены его и наложницы его пили вино и славили богов золотых и серебряных медных железных деревянных и каметных тот самый час вышли персты руки человеческие писали против лампадой на извести стены чертога царского и царь видел кисть руки которая писала ага царь изменился в лице своем мысли его смутили его связи чресла его ослабели и колени его стали биться одно другое это ослабели чресла это страх императора вот господь может сделать так одна кисть появилась еще никого нету и все спира уже нету а там уже подкоп делается в город ворвутся воины и в этот день он будет убит война на стороне нашей для неба просто определенно судей 15 15 глава 15-16 стих книга судей нашел он свежую ослиную челюсть и протянув руку свою взял его и убил ею тысячу человек и сказал самсун челюстью ослиную толпу 2 2 толпы челюстью ослиную убил я тысячу человек ну видели как челюсть у коровы там она не отличается и убить от человека может быть сзади напасть но когда в войске тысячу убить вот что бог делает и поэтому не от танков не от самолетов это зависит и мы это считаем священное писание трудно поверить и даже кто служил в армии знают и кому учат себя но одной но не могли издалека стрелой пустить него нет если господь не на этой стороне то еще не поможет почему сорок третьем году сорок третьем стали накрыл церкви и сколько было священников архиереев выпустили я с такими разговаривал из тюрем которые сидели там ну один из них можем сказать это лука войны ясенецкий где он был там на севере и наконец его выпустили да дальше мы считаем вот в откровении 916 число конного войска было две тьмы тем и я слышал число его так видел я видение коней и на них садников которые имели на себе брони огненные гиацинтовые серные голову коней как головы у львов изо рта их выходил огонь дым и сера и хоронить будут а сколько вы знаете сколько 200 миллионов в одном месте войск таких не было никогда видимо беннице как считает китай и куда к иерусалиму это вообще непонятно зачем я сколько говорила с военными хотя намеки какие то есть откуда все идет сейчас что вот эта беда там только две организации которые все это издают я примерно к этому так отношу но когда-то дело дает убедить 200 миллионов тьма это 10000 ну и смотри 10 на 10000 до двойка еще я однако а кто победит почему они трупами будут лежать 7 месяцев хоронить будут поэтому не надеетесь на силу человеческую а только то что даст господь книга исайя пророка 2 глава 4 стих вот которая здесь говорится это в учете был такой скульптор и он эту скульптуру сделал я видел ее в нью-йорке стоит человек могучий такую у него меч и он его согнул и молотом бьет слушайте что и будет он судить народы и обличит многие племена и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы и не поднимет народ на народ меча меча и не будет более учиться воевать когда это будет как не знаю но что интересно и аилия 3 10 16 говорит в обратном придет время плуги будут в мечи вот тут перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья слабый поезд говорит я силен то есть здесь и непонятно как это будет кто мирное государство поднимутся что но пак то что мира не будет но здесь ответ один не ужасайтесь не захария 12 день защищает будет господь жители иерусалимы самый слабый между ними в тот день будет как давид а дом давида будет как бог как ангел господень пред ними видите как кажется ничего тут и нет такого но ничего нет мальчишка один самый большой богатырь на той стороне я дали одежду попробовал я не могу в этом по сушеных обыкновенный зарядил булыжья полбу его нету и теперь это и везде вошла израиль когда воевал сейчас с арабами площадь израиля в 500 раз меньше чем их а там перенасыщенность советскими танками сам и разгромили в 6 дней намертво сегодня уже объявляют прямо главный правитель мировой объявляется уже у них первосвященника и проще то есть события будут в одном месте я только прошу никогда нигде не проклинайте евреев двенадцать три где-то разговор услышите прекратите это скажи благословляйте чтобы они познали бога вот я могу показать что у меня привезли еврея стал православным и стал священником давайте через каждого чтобы господь привел одного и обстановка уже изменится еще немножко прочитаем второзаконие 32 39 потом посмотрим какое нам оружие бог дает видите ныне видите что это я я и нет бога кроме меня я умершляю и оживляю я поражаю и я исцеляю и никто не избавит от руки моей это бог говорит не руки китайцев бояться божьи руки 15 6 и риме господь где-то оставил меня я простру на тебя руку мою и погублю тебя я устал миловать слова просто прочитаешь один раз может тебе ничего в этой жизни не надо будет а вот прочитаем еще одно место ефесянам шестая глава с 11 по 13 наше оружие которое на бог дал давайте сейчас себя проверим готовы либо драться облекитесь во все оружие божие чтобы вам можно было стать против хозни дьявольских потому что наша брань не против крови и плоти но против на часть против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злого поднебесной для сего примите все оружие божие дабы вы могли противоставить день злый и все преодолев устоять и так станьте припаяться в чресло вашу истинную и облекитесь броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир а паче всего возьмите щит веры которым возможности угасить все раскаленные стрелы стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный который есть слово божие понятно мы держим сейчас этот меч и написано в левой и правой руке а их почему да потому что одной рукой книга не открывается две руки одной ты никак не перериснешь ничего оружие в левой и правой руке это оружие божие и наши шлем спасение верь в это господь увенчал тебя спасением своим возьмите щит веры что бы ни говорили а ты щит подставь на эти стрелы раскаленные которые дьявол пускает до вас сколько напередаем ничего не сделает я верю господь не оставит он меня для чего-то допустил родиться он для чего-то послал сына свой чтобы умереть за меня и вы так и рассуждаете сегодня неладно где-то в семье бог силен мы начинаем молись я вам рассказываю о том что вот сегодня у меня как совершенно уж я привык с людьми общаться но такого ждать от него я сколько раз его прямо он меня в черный список заносил не я его а он меня а сегодня на тебе да со слезами горит молю а почему господь бог щит веры возьмите что бы ни говорили господь говорит так так говорит господь бог этим мы спасем себя и слушающих нас богу нашему слава вовеки вы мирные люди я заговорю и они к войне слова